Ажиотаж вокруг зеленых палаток, бальзам на душу организаторов акции «Скажи мусору нет», да и всех, кому не безразлична судьба планеты. В этом году акция собрала сотни иркутян, каждый из которых приносит сюда вторсырье, порой даже десятками килограммов. 15 волонтеров работают с утра и до вечера. Поток тех, кто пристрастился к экологическому образу жизни, не заканчивается. Мы сортируем прямо здесь и учим этому граждану, чтобы в дальнейшем им было проще. Ну тогда вот забирайте мой пакет, спасибо вам. Все больше людей сортируют мусор дома, а после развозят по пунктам сбора. Но благодаря акции в течение пяти дней сделать это гораздо проще и принести все в одну точку. Пакеты взвешивают, чтобы по итогам наградить рекордсменов. Пока максимум это 200 килограммов мусора от одного человека. За два первых дня собрали почти три тонны. Некоторые иркутяне участвуют в акции ежегодно, то есть уже в четвертый раз. Мы собираем мукулаторус, пластиковые стаканчики, полиэтиленовые пакеты, батарейки и приносим на пункт приема вторж сырья. Хочется, чтобы люди тоже включились в эту акцию и чтобы город наш был чище, был уютнее. Надо самим собирать и надо приучать к этому детей. Это самое главное. Как правило, эти люди имеют и другие эко-привычки. Например, экономят электроэнергию и воду, пользуются бесфосфатными моющими средствами, отказываются от пакетов и одноразовой посуды. Я в свое время посмотрела фильм о том, насколько загрязнен у нас океан сейчас. Что вот эти вот острова пластика просто плавают, что их уже видно с космоса. Конечно, неприятно, когда даже по области едешь, путешествуешь и вот эти вот свалки встречаются. То есть нет какой-то внутренней культуры у людей, поэтому, ну а вообще, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Пункты сбора вторж сырья будут работать еще два дня. В четверг ищите зеленую палатку в сквере на бульваре Постышева. В пятницу у торгового центра на рабочего штаба 29 с 9 до 20 часов. Принимают макулатуру, жестяные и алюминиевые банки, пластиковые и стеклянные бутылки, батарейки, аккумуляторы, зубные щетки, бритвенные станки, пластиковые карты, диски. Весь этот мусор отправят на переработку. На предприятия нашего региона, а также в Санкт-Петербург и даже в Хабаровск. К сожалению, ближе переработать, например, тетропак и другой сложный пластик просто негде. Я хочу заверить всех наших жителей Иркутской области, что мы ни один килограмм вторсырья не выбросим на помойку. И все наши партнеры, которые забирают нас, они ответственны, они понимают значимость этого всего. И наша задача как раз сократить нагрузку на полигоны, не выбросить это в природу просто так, а дать вторую жизнь. Также принести можно одежду для нуждающихся и корм для животных из приютов. Марина Беклемишева, Константин Синицын, АЭСТ ТВ